Ребята, всем привет! Вы на канале Водопровод, канале Безлишней Воды. Сегодня речь пойдет о том, как найти какую-то утечку в системе отопления. Значит, если в системе отопления наблюдается падение давления, это говорит о том, что куда-то у нас девается теплоноситель. Как правило, когда система разогрета, то найти протечку очень сложно. Почему? Потому что теплоноситель достаточно быстро высыхает, и свидетельством на протечках, как правило, являются лишь только какие-то потеки. Вот, допустим, здесь вот чуть-чуть рыжеватые какие-то пятна, они говорят о том, что здесь чуть-чуть подтекал теплоноситель. Значит, для того, чтобы наверняка определить места, где может быть протечка, мы должны остановить систему отопления, дождаться, пока она чуть-чуть остынет, и поднять в ней давление, ну, почти до критических значений. То есть, в этой системе отопления на котле, котел настенный, 3 атмосферы или 3 бара – это критическое значение. Мы подняли почти до 3, значит, чтобы не спровоцировать сброс лишней воды из системы отопления, мы довели давление до 2,8 бара. Значит, дождались пока система остыла, радиаторы сейчас все остывшие, и теперь мы последовательно вот с таким нехитрым устройством, как обычная салфетка бумажная, входим и проверяем все места соединения, где, ну, теоретически может у нас что-то течь. Вот, таким образом, протирая их, мы смотрим, есть ли где-то у нас вода. Так мы проходимся по каждому радиатору. Вот, мы нашли протечку. То есть, на холодную она сразу показала, на горячую здесь ничего не текло. Вот, то есть, это, ну, в принципе, я заблаговременно уже ее нашел. Вот, ребята, кому этот способ поможет и будет полезным эта информация, будет полезной, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok